Я уже который раз проезжаю в Санкт-Петербург на ежегодный транспорт-фест с его интереснейшей экспозицией как современной, так и исторической техники. Должен признать, что в этот раз отечественных транспортных новинок в Питере оказалось много как никогда, а среди них несколько очень интересных и перспективных электробусов. Тема электробусов год от года все актуальнее, потому что к Москве с ее 1600 электробусами, обогнавшей по их количеству любой из мегаполисов Европы, начали подтягиваться и другие города, выводящие электробусы на маршруты. Растет спрос, растет и предложение. А поскольку городской общественный транспорт – единственный сегмент российского автомобильного рынка, на котором государство не сдало национальных производителей на растерзание агрессивному тимпингующему импорту, то результат налицо. Разработка и производство отечественных электробусов развивается семимильными шагами. Рассказ о российских электробусах на транспорт-фесте начну с малого, а именно с низкопольного микроавтобуса «Газель Сити», который в электрической 12-местной версии называется «Газель Е-Сити». Да, я уже как-то делал ролик об этом мини-электробусе, но то была опытная модель, а в Санкт-Петербург привезли уже серийный экземпляр из первой промышленной партии. И без московских напородов, то есть, можно сказать, в базовой комплектации. Запас хода заявлен в 150 км, для целого дня на обычных городских маршрутах этого недостаточно, но аккумуляторы до 80% заряжаются всего за 45 минут, а значит, пополнить их заряд можно и в обеденный перерыв. Теперь о Волгобасе. Точнее, о двух привезенных на транспорт-фест электрических Волгобасах. Один из них оказался гибридом. Другими словами, электробусом, снабженным собственным генератором на основе дизельного двигателя ЮЧАЙ. Для пригородных перевозок такой гибрид рассмотреть можно вполне. Производитель указал в характеристиках повышения экономичности на 40% по сравнению с чисто дизельным аналогом. Но вот интересно, отобьет ли экономию на топливе удорожание машины за счет установки электрического привода и батареи, которые, кстати, через 7-8 лет придется полностью снять, сдать и купить им на замену новые. У второго Волгобаса на борту было написано «Электрогибрид». А вот судя по описанию на табличке, это был просто электробус, но самой новой генерации, с аккумуляторами емкостью от 280 до 420 кВт-ч. На самом же деле данная машина выполняла роль демонстратора технологий будущего, потому что в ее салоне в лучах синеватой подсветки стоял генерирующий агрегат на водородных топливных элементах. Из информации на табличке можно узнать, что его масса 262 кг, номинальная мощность 120 кВт, эффективность более 45% и еще, что сделан он специально для компании Волгобас. На агрегате значилось «ДАК Электро». «ДАК» – это значит дальневосточный автобусный кластер. Ко всему сказанному остается добавить, что уже этой осенью Волгобас собирается встроить топливные элементы в конструкцию действующего электробуса, то есть сделать самый настоящий водоробус. Теперь несколько слов о том, где и как сделать диагностику техобслуживания и ремонт своему любимому автомобилю. Самый удобный и выгодный вариант – приехать на станцию компании «Фитсервис». Удобный потому, что это международная компания, у которой 300 фирменных станций в 150 городах России и Казахстана, а значит одна из них наверняка находится где-то поблизости. Потому что у «Фитсервис» есть отличные мобильные приложения, которые покажут историю, рекомендации и полную стоимость обслуживания автомобиля, которые в два клика запишут на сервис, покажут невыполненные рекомендации и напомнят про очередное ТО. А выгода заключается в том числе в возможности копить на обслуживание кэшбэком и тратить его на услуги «Фитсервис» и в том, что все лето для подключившихся к приложению новых клиентов диагностика годовой части автомобиля «Фитсервис» делается бесплатно. На это вы потратите всего час, зато получите прямо на телефон фото и видео выявленных проблем с комментариями эксперта. Пока специалисты занимаются машиной, можно хорошо провести время в комфортабельной клиентской зоне, где есть детский уголок, где можно выпить отличный и при этом бесплатный кофе и даже при желании поиграть в видеоигра. И где можно в онлайн-режиме наблюдать, как в сервисной зоне ремонтируют ваш автомобиль. Что, кстати, совсем не обязательно, результаты рекомендаций все равно придут удаленно на телефон. И что еще важно, гарантия на все запчасти и сделанные работы составляет 1 год или 20 тысяч километров пробега. Одним словом, если у вас зашумело, застучало или заскрипело, если просто пришло время проверить свой автомобиль, записывайтесь в фитсервис на бесплатную диагностику. Ссылку я указал в описании этого ролика. А вот этот электробус пока опытная модель. Уфимский трамвайно-троллейбусный завод, известный своими троллейбусами на основе поставляемого МАЗом так называемого планера, то есть готового кузова с ходовой частью, недавно сделал полностью собственный кузов. Точнее два. Один использовали для постройки нового троллейбуса, другой для постройки нового электробуса, получившего собственное имя «Электрогород». Вот этот перспективный электробус и привезли в Санкт-Петербург. Из интересных технических особенностей отмечу независимую подвеску управляемых колес, выполненные из стеклопластика не только переднюю и заднюю маски, но и боковины кузова, а также оригинальную бескаркасную конструкцию крыши. Да, и еще, разработчики сумели разместить в салоне сиденья аж для 37 человек. Это много, если учесть, что каждому из них удалось обеспечить достаточное место для ног, что в современном низкопольном транспорте не такая уж и простая задача. У «Электрогорода» весьма неплохой заявленный запас хода в 250 км, причем весьма близкий к реальности. С середины ноября «Электрогород» с максимальным пакетом батарей энергоемкостью 438 кВт-часов работает на питерских маршрутах, показывая дневной пробег в 230 км и в том числе в зимний период, когда почти половина энергии батарей уходит на работу электрических отопителей салона. Вологодская компания «Трансальфа», которая за последние несколько лет поставила в Питер более 200 троллейбусов, показала на транспортсвесте новый электробус «Сириус». Санкт-Петербург уже сделал заказ на 28 таких машин. Они будут поставлены до конца июля. Запас хода у «Сириуса» заявлен тоже очень неслабый – 240 км, причем в зимних условиях. В конструкции этого электробуса есть два интересных момента. Во-первых, в отличие от «Сириусов», недавно поставленных в Рыбинск, при производстве боковин и крыши электробусов для Санкт-Петербурга использован более легкий металл. Во-вторых, эти электробусы снабжены тяговой аккумуляторной батареей энергоемкостью 650 кВт-часов, которую «Трансальфа» разработала и изготавливает самостоятельно. И еще один интересный нюанс в конструкции, что «Сириуса», «Электрогорода». Если большинство европейских электробусов комплектуют электропортальными мостами, то есть мостами со встроенными в ступицу электродвигателями, то у наших производителей в ходу схема привычный для троллейбусов – обычный портальный ведущий мост, который посредством кардана приводит отдельно стоящий электродвигатель. Да, электропортальный мост компактнее и позволяет сэкономить порядка 400 кг, что очень заманчиво. Но он значительно сложнее по конструкции, а потому дороже и, что не менее важно, его сложнее обслуживать. А схема с отдельным электродвигателем не только проще и привычнее для наших переводимых на электробус троллейбусных парков, так еще и двигатель в этом случае можно использовать отечественный, такой же как у троллейбуса, и это весомый плюс. В заключение еще один интересный экспонат в экспозиции транспорт-фесты. Прямо в автобусном салоне была развернута экспозиция с дизайн проектами электробусов, предназначенных для Санкт-Петербурга. Вот, к примеру, посмотрим на эти проекты. Как написано на правом верхнем рисунке, автор собирается снабдить электробус не только сидячими и стоячими, но еще и полусидячими местами, причем в количестве аж 24. А автор нижних рисунков видит питерский электробус почти цилиндрическим кузовом. Оригинально. Но особенно впечатлил вот этот проект, видимо, сделанный под девизом «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Ну, в общем, тоже оригинальное дизайнерское решение. Проекты проектами, но факт есть факт. Санкт-Петербург взял четкий курс на включение электробусов в свою транспортную систему. Уже в этом году город планирует приобрести их в количестве 100 единиц. Как я уже говорил, 28 из этого количества придется на сериусе от ТрансАльфы. Но вот какой марки будут остальные 72. Претендентов много и не только из числа электробусов, о которых я здесь рассказываю. Это, к примеру, может быть и генерал от транспортных систем, унифицированный с бегающими по Питеру троллейбусами «Адмирал», и белорусский «Питовт Макс Электро», который уже тестируют на одном из маршрутов Санкт-Петербурга. И электробус «МАЗа» из нового, недавно освоенного в серии 303-го семейства городских машин. И даже «ЛиАЗ» готов трансформировать под питерские стандарты свой электробус, который поставляет в Москву, и который тоже засветился на питерском транспортфесте. Впрочем, в чью пользу будет принято решение мы очень скоро узнаем.